Акция «Мы вместе» – еще один способ помочь нашим мобилизованным солдатам. Сейчас каждый неравнодушный житель страны всеми силами старается поддержать бойцов. Письма, лекарства и продукты – все самое необходимое для участников специальной военной операции упаковывают ученики средней школы номер 57. Собрать посылку солдатам предложили родители учащихся. Такого отклика не ожидали и сами организаторы. Эту идею поддержали мы, родители, родительский комитет. Мы предложили собрать помощь нашим военным, которые сейчас находятся на Украине. Многие откликнулись. Как многие из выпускников нашей школы сейчас находятся там, на Украине, мы решили их поддержать, но не только их, но и других ребят, чтобы они верили, что мы готовы им во всем помочь. В школах к волонтерству подошли особенно ответственно. Посылку военнослужащим собирал буквально каждый класс. Ребята собирают комплекты вместе с родителями, добавляют к такому набору свою весточку солдату. Школьники помладше написали простые строки, дополнив письма рисунками. Старшеклассники отправили развернутые послания. Учащиеся благодарят бойцов за силу духа, стойкость и смелость, поддерживают инициативу и сами педагоги. Перед вами лежат специально приготовленные листы, и пока они пустые, но они ждут ваших искренних слов, ваших добрых пожеланий и слов благодарности. Искренняя поддержка и теплое пожелание вернуться домой живыми и здоровыми сейчас, как никогда. Кстати, в своих письмах ребята рассказали о себе и пожелали солдатам поскорее вернуться домой. Я считаю важным поддержать наших солдат, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, потому что им важна наша поддержка, так сказать, из тыла. Им нужно знать, что здесь, дома, мы их ждем, мы их любим и мы рядом. Я испытываю радость в какой-то мере, потому что я горда, что в нашей стране есть люди, которые готовы в такой трудный час встать на защиту Родины. Я решил написать письмо, потому что считаю, что солдатам было бы очень приятно понять, что их ждут на своей Родине, и они понимали, что они защищают нас. После упаковки гуманитарный груз отправят в региональный благотворительный фонд «Дари добро». Однако на этом родители учеников останавливаться не планируют. Помогать будут и дальше, если это потребуется. Подобная акция нашли отклик у людей только школьниками Ульяновской области. С конца февраля было написано порядка 7 тысяч посланий. Более 200 образовательных организаций региона передали гуманитарную помощь российским солдатам. Ежедневно добавляются к нам как и участники из числа родителей, педагогов и детей, и также присоединяются у нас образовательные организации. Вот рада именно главными инициаторами и главными участниками данной акции становятся дети, родители и педагоги. Все желающие могут также отправить посылки российским солдатам. Их можно принести в Центр сбора гуманитарной помощи «Дари добро» по улице Железной дивизии 5А. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!